Для многих остается загадкой, откуда у этого своеобразного народа в голове возникают настолько безумные идеи, которые они воплощают в жизнь, удивляя тем самым весь цивилизованный мир. В прошлой подборке вы уже видели пушку с креветками, рыбок в телефонной будке, бублики в голове японцев. Перед вами очередная коллекция изобретений безумных японцев, которые вызовут массу неподдельных эмоций у каждого, кто их увидит. И на этот раз японские генераторы идей принялись за создание чехла для айфона. Правда, ждать от них чего-то действительно полезного не стоит. Главная задача восточных разработчиков – креатив. Любите держаться со своей второй половинкой за руки и одновременно говорить. Теперь это возможно и на расстоянии. Вот еще одна необычно полезная для каждого путешественника вещь – чемодан-унитаз. Сделано по высшему японскому качеству. Авторами необычного предмета являются сотрудники компании Нибанту. В закрытом виде изобретение выглядит как обычный портфель, а вот в открытом, как небольшой туалет, чемодан изготовлен из прочного и легкого алюминия. Воды непроницаемы. Максимально возможный вес наполненного чемодана составляет 80 килограмм. Производители настоятельно рекомендуют не превышать указанный вес, в противном случае это может привести к разрушениям резервуара и прочим неприятным последствиям. Так и вспоминается – все свое ношу с собой. Но 80 килограмм собственного добра – это уже чересчур. Жилет-обнимашка. Этот жилет предназначен специально для любителей социальных сетей и превращает каждый лайк на фейсбук в настоящее объятие. Когда кто-либо на фейсбук лайкает фото, видео или статус владельца куртки, последнее слегка надувается, символизируя таким образом виртуальное объятие. Чтобы ответить на объятие, нужно обнять, сжать одежду, выпуская из нее воздух. Киссинджер. Устройство, передающее поцелуи на расстояние. Это робот, представляющий собой шар с искусственными губами. Передает движение губ от одного партнера другому через интернет. Позволяет целоваться, даже если вас разделяет огромное расстояние. Подушка-телефон. Это японское изобретение, создано в университете Осака. Представляет собой подушку-обнимашку, которая соединяется с телефоном, придавая разговорам человеческий аспект. Она оснащена сердцебиением и вибрациями для имитации близости другого человека. Кресло для одиноких людей. Японская компания представила на международной выставке домашнего ухода и реабилитации в Токио кресло, созданное специально для одиноких людей, которые испытывают потребность в объятиях. Спинка данного предмета интерьера сделана в виде улыбающейся куклы с гибкими руками. Куклы голливудские жены. Японские куклы просто поражают своей невероятной реалистичностью. И многие одинокие японцы отдают предпочтение молчаливой и ничего не требующей девушке, которая никогда не откажет в интимной близости, сославшись на головную боль, не болтает безумолку и даже не требует денег. Жрать, конечно, самому приходится готовить, но до после изобретения вагдаков это не проблема. На ощупь материал куклы ничем не отличается от настоящей кожи. И отличить от реальной женщины просто невозможно. В общем, эта серия японского происхождения с какого-то рожна называется голливудские жены. Если вам бывает скучно во время приема ванны, тогда присмотритесь к этому изобретению японцев. Они создали уникальную систему, превращающую воду в ванной в дисплей. Система функционирует на основе контроллера Kinex. Также используются водонепроницаемые динамики. В итоге поверхность ванны превращается в подобие сенсорного экрана. Причем, в отличие от своих твердых собратьев, водная поверхность представляет куда более обширные возможности для управления. Объекты, отображаемые на подобном дисплее, можно зачерпнуть или, скажем, притопить. Нажимать виртуальные кнопки можно, держа руки над поверхностью воды или под ней. Находчивые и креативные японцы в очередной раз удивили и обрадовали многих владельцев смартфонов. Они придумали рюкзак с выдвигающейся рукой. Не правда ли удобно? С такими очками вы никогда не закапаете глазные капли мимо глаза. Футляр для банана. А вот как использовать, наверное, надо придумать самим. Но не бананы же носить в них. Был тяжелый день и не хочется писать стоя или вы все время норвите промазать мимо унитаза, тогда это подставка для вас. А вот эта приспособка не даст вам замочить свои волосы в лапше. Это изобретение мне совсем непонятно. Зачем-то палец просовывается в специальное отверстие и его движения цифровываются, благодаря чему игрок может пощекотать изображенного на экране человечка или зверька. Но, наверное, это кому-нибудь нужно. Всем хорошо известно, что японцы – большие оригиналы и виртуозные изобретатели, которые создали предмет мебели, с помощью которого можно отлично согреться. Этот традиционный японский предмет мебель называется котатсу и представляет собой низкий деревянный каркас стола, накрытый тяжелым одеялом, на который сверху положена столешница. Под одеялом располагается источник тепла, встроенный в стол. Оригинально, наверное, удобно и красиво. А что вы скажете? Согласитесь, что в зимние месяцы, когда за окном стужа и метель, больше всего хочется согреться под теплым одеялом с кружечкой чая в руке. Субтитры создавал DimaTorzok